Фонд у нас действительно невероятно интересный. Это вообще круто. Она всегда держит в руках мне слухо и читает. Ну, поскольку фонд у нас действительно невероятно интересный и много о чем можно рассказать, я начну ответ на этот вопрос с ответа вообще на вопрос, который чаще всего задают нам наши посетители. А какая самая ранняя книга, которая хранится в вашей библиотеке? Самой ранней книгой, которая хранится в нашей библиотеке, является «Труды Марка Тулио Церонна». Это издание первой половины XVI века, а точнее 1538-1539 год. Ну, а если говорить о книге на русском языке, это книга 1623 года. И это беседы на 14 посланий святого апостола Павла и Анны Златоуфа. Кроме того, мы собираем имелиатюрные книги. Размером всего 2 на 3 сантиметра. И это Евгений Онегин, Александр Сергеевич Пушкин. К тому же эти книжечки, они выходили очень маленькими тиражами. Поэтому и сохранность их по миру соответствующая. Мне понравился очень этот вопрос. И, признаюсь, мне сложно было сразу, может быть, ответить на него. И все-таки я вспомнила один эпизод, когда моя дочка была совсем маленькая и болела. Она всегда просила меня почитать Винни-Пуха. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро. На то оно и утро? А куда он идет? К тебе, конечно. Когда мы его читали, она улыбалась и не поднималась настроение. Может быть, даже и падала температура. Когда она уже научилась читать, я стала обращать внимание, что в голове здоровья она всегда держит в руках Винни-Пуха и читает. А даже сейчас, когда она себя чувствует не очень хорошо, ей всегда хочется почитать Винни-Пуха. Я хотела бы услышать такой вопрос. Нравится ли вам ваша работа? Винни-Пуха. Я считаю большой удачей, что попав на работу в публичную библиотеку, я оказалась именно в водителе редких книг. Я познакомилась с совершенно потрясающими людьми, которые меня всему научили. Сейчас у меня замечательный коллектив. Я попала в потрясающий фонд с удивительными книгами. Любопытно, что каждый день мы что-нибудь новое узнаем. Зачастую мы здесь встречаем таких людей, которые, будучи на другой работе, и не удалось бы встретить. В общем, я очень люблю свою работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!